В сегодняшнем видео мы расскажем о отношении президента России к нарушению со стороны мигрантов. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему Путин выступает против большого притока мигрантов. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Решение демографической проблемы было одним из наиболее регулярных обещаний президента Российской Федерации Владимира Путина с момента его прихода к власти. Россия нуждается в притоке новых сил, безусловно. Нуждается в умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не просто хотят здесь подработать и уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и считают Россию своей родиной. И последнюю пару десятилетий эта проблема таки явно решалась, ведь сокращение населения замедлилось, а после вовсе стало идти в плюс. Но если не явно, то процесс этот был обусловлен неестественным приростом населения, а именно из-за сытой жизни рожают по десятку на семью, а благодаря миграционным процессам. Но в связи с такой политикой приток стал настолько большим, что коренное население России стали ощущать дискомфорт и начали бояться мигрантов из других стран, стали поступать жалобы о ужасном поведении приезжих, о неуважении ними русских законов и граждан. Позволю себе выразить мнение москвичей и сказать, что мы не против гостей, но когда гости соблюдают наши законы, уважают нашу культуру, наши традиции. И мы против того, что не согласны с тем, с их хамским поведением и, так сказать, беспределом мигрантов. И сейчас модное слово «толерантность» — это только всего-навсего ширма для каких-то этнических преступлений. И поэтому мой вопрос в следующем. Может быть, нам всё-таки как-то решить на законодательном уровне эту проблему? В связи с этим Путину пришлось прикрыть въезд для мигрантов в страну. И потому столь опасны для России любые проявления простых и окончательных, так называемых, решений, которые предлагаются националистами и экстремистами разного толка и оттенка. Какие бы громкие слова они ни произносили, они тянут нас к общественной деградации, тянут страну к распаду. Попытки провоцировать межэтническую напряжённость, религиозную нетерпимость мы должны рассматривать как вызов единству российского государства, как угрозу для каждого из нас. Мы не допустим появления в России знамкнутых этнических анклавов со своей неформальной юрисдикцией, живущих вне единого правового и культурного поля страны, с вызовом игнорирующих общепринятые нормы, законы и правила. Но так как в большой стране практически невозможно выжить без притока мигрантов, то возникла вновь проблема. Улучшают эту проблему различными законопроектами, в том числе и особым положением для мигрантов. Как мы обсуждали ранее, то Россия останется открытой для мигрантов, но условия пребывания станут более жестокими. Владимир Путин подчеркнул, что приезжие должны уважать народ и страну, где они находятся, иначе никаких договорённостей достигнуть будет невозможно. Вы относитесь к таким заявлениям? Свои ответы пишите в комментарии под этим видео. Кажется, что опасность прошла и Россия вернулась к открытой политике, но каждое нарушение со стороны мигрантов может всё испортить, и Путин вернётся к политике против рабочих из других стран. Считаю обоснованным и необходимым ужесточить наказание за незаконную миграцию, за нарушения в сфере регистрационного учёта. На этом у нас всё. Оцените наши видео подпиской и лайком.